Капитану морского порта Новороссийск законодательством определены важные задачи обеспечения безопасного мореплавания и пребывания судов в порту, принятие мер предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. Именно с этой целью в службе капитана морского порта Новороссийск регулярно проводятся учения и тренировки, которым предшествует тщательная подготовка всех участников подразделений органов управления и взаимодействия, администрации Новороссийска, полиции и МЧС, службы пограничного управления и медицины катастроф, сил и средств, аварийно-спасательных формирований, терминалов морского порта. В этот раз, согласно замыслу, командно-штабные учения проводятся с имитацией обстановки ЧАЭС на судне класса Си. В ходе штабной подготовки все участники учения были ознакомлены с тактико-техническими характеристиками танкера и возможными вариантами развития учебной обстановки. Регулярность прописана в той же суде, это система управления безопасностью, которая может быть в этом направлении, пройти соответствующую проверку и одобрение администрации их плата. На первом этапе КШУ были детально скорректированы планы взаимодействия по организации ликвидации пожара на танкере, по спасению людей и эвакуации экипажа, по минимизации последствий пожара и вторичных факторов, разлива нефти, нефтепродуктов и других загрязняющих веществ. Для этого были изучены особенности и характеристики морского терминала, его оборудование, состав и мероприятие обеспечения готовности органов управления сил и средств аварийно-спасательного формирования. Безопасность в зоне ответственности морского терминала, что-то в 10-й районах порта в России, осуществляется в основном в соответствии с утвержденным действующим планом, оперативным планом по обрушению выносных причальных устройств. Главная задача, стоящая перед участниками учений, спрогнозировать все возможные ситуации и организовать взаимодействие так, чтобы не допустить гибель людей на судне или в акватории порта, оказать своевременную помощь. Это впервые в Новороссийске проводится. То есть у нас были подобные учения в 2002 году. С тех пор именно с пожаром танкера на КТК не было никогда учений. Учения будут сложные в том плане, что танкер сам по себе достаточно высокого риска. Пожар опасный. И размер танкера, размер возможных последствий, а действительно случай такого взрыва, может быть катастрофичным. Поэтому и взаимодействие большого количества сил и средств необходимо. В ходе штабного этапа учений были тщательно спрогнозированы и проработаны алгоритмы оказания последовательной медицинской помощи пострадавшим, эвакуации и обеспечения временного проживания, питания, миграционного обеспечения. Таким образом, отработаны все варианты взаимодействия во время проведения второго практического этапа командно-штабного учения, который будет проведен непосредственно на условно-горящем танкере, ошвартованном у выносного причального устройства морского терминала КТК-Р. Ирина Ищенко, Денис Ротарь, Новая Россия.